МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, я вас приветствую. Мы уже в эфире, да? Мы уже в эфире. Я вас тоже приветствую. Я вас приветствую главным образом как художественный руководитель театра имени Ермонова. Скажите, пожалуйста, в театре мыши есть? Вот это да. Старое здание. Должны быть. Я не видел, но должны быть. Не хотите кота завести там для охоты? Нет, вы знаете. Хотя во многих театрах, кстати, есть коты. Их берегут. Считают, что если их выгонишь со сцены, то это плохая примета. Это еще знаменитая история с Товстоноговым. С БДТ было связано, когда ему сказали, что он заорал, что это за кот там. Сидит на сцене. Мы сказали на следующий день, что Георгий Александр, что вы делаете, это плохая примета, это нельзя. И кот на следующий день идет по портеру, по проходу мимо Товстоногова, пытается залезть на сцену. У него не получается. Он прыгает, прыгает и разъяренный Товстоноговым кричит. Но поможет кто-нибудь котенку на сцену забраться? Да, ну вам-то я не предлагаю, потому что у вас собака, да? У меня собака, да. Ну какая, кстати? Йорг. Йорг? Ну такой, знаете, большой. Они бывают большие, но такие малюсенькие. А это такой серьезный парень. Как зовут? Нафаня. А вот это вот зовут Ассоль, животное. Оно, в общем-то, фактически бездомное. Мы пытаемся его пристроить, поэтому если у вас там кто-нибудь захочет, в театре, да, найдет применение вот этой вот девушки и годик всего, то мы ее отдадим в хорошие руки. Или же мы ее отдадим кому-нибудь из зрителей. Внизу появляется время от времени адрес, наш в Фейсбуке и в Твиттере. И стучитесь туда, и Ассоль будет ваша. Вот. Не пожалеете. А вы не пожалели о том, что ввязались в историю руководить? Нет, пока не пожалел. Пока, знаете, времени даже оценивать не было. Уже как бы рухнул туда, и все, и с головой. Поэтому даже не оглядываюсь. Пока даже не оглядываюсь. Как-то рухнули вы удачно, потому что вот здесь, в этой студии, буквально, ну, пару недель назад с Кириллом Серебренниковым беседовал. И вы знаете, там история была со скандалом, с разборками, с какой-то медийной историей. А у вас, в общем-то, все как-то тихо, мирно, при том, что, на самом деле, внутри-то там какие-то есть брожения, да? Ну, брожения наверняка есть. Ну, театр – это сложный организм. Все же с амбициями, все люди, все стеславные артисты. Ну, что вы хотите, в любом коллективе даже. А уж театр такой сложный в человеческом плане организм, конечно, есть. Ну, вы знаете, по сравнению с театром Говардов, там было, наверное, не очень правильно сделано. Тут было решение принято Андреевым, самим, в общем, мы об этом говорили, вырабатывали какие-то там... Не в смысле ты мне, я тебе передать власти условия. А тут был картельный с Говардов. То есть вы там поделили, и Андреев стал... Операцией преемник. Да, да, операцией преемник – это отличный заголовок будет для публикации. Он стал президентом. Я вообще объясню тебе, что такое президент театр, я понимаю. Или он президент трупы? Нет, президент театра. Есть такая должность, оказывается, такая книжечка есть, мне дали прочитать. Действительно есть. А, то есть это не ваше ноу-хау? Нет. То есть, в принципе, это такая, да? Нет, это есть такая должность. Президент театра, он представительный, в общем, представительный, как королева, знаете, вроде бы так. А, то есть вице-председатель такой. Ну, не вице-председатель, но президент. Понятно. То есть он никак не будет задействован в стратегии? Ну, как старший товарищ, как обратиться за советом, но это бы я делал, даже если бы он и не был президентом, потому что... Но он проработал, ну, сколько, несколько десятков в этом театре, уж кто-никак не он знает труппу, и вообще этот театр лучше. А вы ушли из театра имени Ермолы в 89-м, или... Что-то такое, да. То есть очень давно. И с тех пор, насколько я знаю, ни разу там не были в качестве зрителей? Нет, ну не потому, что я ушел, и мне прямо невозможно было туда заходить, ай, боже мой. Просто как-то не случалось. Ну, видите, как-то там и премьер громких не было, да и вообще не очень большой театр, по театрам не часто хожу. Да, прям... Не случилось, не случалось у меня приходить. Но вы знаете, я когда пришел туда, вот сейчас, и как-то так, как-то так мне все это было по-родному. Я даже не понимаю, я бы не сказал, что это были самые счастливые годы мои творческие в театре. То есть я пришел на новое дело тогда, к Валерию Владимировичу Фокину, которая, в общем-то, быстро достаточно распалась, и я в результате ушел. Роли, которые я там играл, хотя и прозвучали вроде как в театральной Москве, но мне удовольствие творческого не принесли. Поэтому такой, ну, был, как бы был и был у меня период в жизни такой, театр Ермоловой. А сейчас, когда пришел, я понял, что мои отношения с театром Ермоловой только начались. Вот те четыре года можно не считать, но они остались базой, потому что еще много людей, с которыми я работал, с которыми выпивал, с которыми играл и так далее, и так далее. Ну, а сейчас выпиваете с этими же людьми или с другими теперь выпиваете? С людьми еще не успел, еще не успел. Ну, как, весной вы назначены. Весной назначены, и с июля месяца у нас ремонт. Ага. Это каждый день, это каждый день. Вот, вы знаете, я как-то совершенно не представляю вас вот в качестве администратора, человека, который рулит там ремонтами, какие-то сметы, что-то вот... Ох, я тоже себя не представлял. То есть вы этим занимаетесь, или вы все-таки лицо... Ну, нет, приходится, потому что все равно худручный руководитель на афише стоит «Мое имя» стоит. И... Ну, кто будет отвечать? Не, ну, малыши имена стоят. Вот Апексимову тоже является там худруком театра, но она просто вот как бы лицо за фасадом этого лица там... Она не худрук театра, она директор театра. Она директор театра. А худрук Роман Греевич Вертюк. Да, и худрук Роман Греевич Вертюк, значит, все равно отвечаю я за все, понимаете, извините за такое «я», но я отвечаю, понимаете, за внешний вид, за то, как кормят, за то, что идет на сцене, за то, как удобно или неудобно, видно-не видно, слышно-неслышно, как актерам удобно-неудобно, уютно-неуютно. А актерам, наверное, неуютно, потому что в трупе 80 человек, им по определению 80 человек, им не может быть уютно. Ну, да. Нет, ну, я, насколько знаю, вы объявили, что каждый может подойти к вам лично и узнать о своих перспективах персональных. И, насколько я понимаю, только два человека из 80 отважились или решились, или что? Какой глагол подобрать? Ну, решились, во всяком случае, я думаю, что это правильно, это честно. Но, поскольку уволить я никого не могу, и вообще не кровожадный, в принципе, сейчас, знаете, сейчас же такая система, я могу приглашать на договор, да хоть сотню людей, понимаете? Просто те люди, которые сидят, а они ничего не играют, и, ну, как вот так сможет сложиться при моем художественном руководстве, ну, не будут они играть. Это не потому, что они плохие, но просто потому, что, может, я плохой для них художественный руководитель. Они, ну, если им так нравится, ну, то пусть сидят. Ну, я бы не усидел, я бы ушел. Я видел такой заголовок, что там, как бы, Олег Менщиков в двоеточие «Я устал от своей профессии». Это журналисты как-то приукрасили суть разговора? Или вы действительно устали? Ну, знаете, это не так трагически просто. Я, ну, я никогда, собственно, ей не горел, в этой профессии. То есть, она, вы знаете, мне все, мне доставляло больше удовольствия то, что происходит около профессии, рядом с профессией общения. Вот, не понимаю, я не знаю, как сказать, а? Ну, поподробнее, что значит, что это около профессии. Я, извините, просто... На съемки ездить не играть роль, а проводить время на съемки. На съемочной площадке. Тусоваться, то, что называется. Тусоваться. Ну, не тусоваться в доме кино, а на съемочной площадке. Мне нравится это очень. То есть, ну, видимо, поэтому я тщательно выбираю ролик для того, чтобы мне особо... Ну, чтобы я уверен в том, что я делаю на площадке. Вот это удивительно. Вы знаете, мне пришлось там в начале года общаться с Варге, у которого вы в фильме «Восток-запад» снимались. И предмет нашего разговора был у Сергея Бодрови, ну, в судьбе которого, я насколько понимаю, вы сыграли, в общем, значительную роль. И он все время говорил об актере Менчика. Он вас называл гениальным, вернее, если быть точно, абсолютно гениальным актером, учитывая номенклатуру персонажей, с которым пришлось поработать товарищу Варнея. То есть, ему есть с кем сравнивать. Ну, это, конечно, приятно, безумно. Но я думаю, что, вы знаете, это эффект... Во-первых, так как получилось, я вдруг... Он мне тогда сказал еще, говорит, ты должен выучить французский язык, потому что ты на французском говоришь как француз. Он мне так говорил, что ты во Франции можешь сделать карьеру. Он мне как раз обратил внимание, что вы вообще на языках не говорите. Не говорю. И французский вообще, это как китайский. Да, и что при этом не было совершенно никаких коммуникативных у вас... Не было. Ну, английский я разговорный, конечно, я могу говорить. Но дело в том, что они все удивлялись, почему я с ними не разговариваю, а что вы не разговариваете. Мне надо роли идти долбить, потому что, ну, французский-то вообще не знал. До четырех утра я сидел над ролью, во всех перерывах между дублями в своей гримерной запирался. И какое там общение, куда там до общения. Поэтому, я думаю, этот эффект сработал у него, такой неожиданности. Потому что он до последнего момента не знал, как я говорю. Он мне пытался... Он говорил, давай, почитаем. А я привык, знаете, как делать наверняка. Или здорово, или не делать вообще. Вот у меня не получается. То есть я постепенно подхожу сам. Но процесс это... Я не люблю, когда за этим процессом кто-то наблюдает, как я к этому подхожу. Поэтому я должен выйти и сделать. И вот я, когда вышел и сделал, он, я думаю, немножечко обалдел. И это его сподвигло на такие слова. А вы импровизируете на съемках? Или вы вот человек, который подстраивает... Вы знаете, нет, я, конечно, я... Ну, не импровизирую, вы знаете, как мне просто скучно повторять одно и то же. Вот те режиссеры, которые знают, которые работают со мной, они знают, что у меня для меня один дубль, это второй дубль, это же вот. Ну, потому что скукотень. Но одно и то же. То есть я все равно... Ну, я нахожу какие-то там манки для того, чтобы повторять. Два, три надо. Если нужно, партнеры там и четыре, и пять. Но, в принципе, для меня всегда, в общем-то, первый дубль, по-моему, лучший. И вы цените это в актерах? Какого? Вы цените это в актерах качество? Нет, это у кого по-разному. Нет, ну что вы? Это рецептов нет. Вы знаете, кто-то... Вот у меня 30 картин всего, а кто-то у кого-то там в моем возрасте 100 картин. Ну, это же не значит, что я правильно, а он неправильно. Ну, кто-то любит постоянно быть в работе. А я, наверное, не люблю постоянно быть в работе. Потому что есть работа, есть работа. Есть компромиссы, есть компромиссы, как говорил Владимир Ильич. Я понял, что вы любите затосоваться, что вы сиборит, это я понял. Не-не-не, просто качественно, понимаете, вот говорят, что нужно обязательно быть... Для того, чтобы быть в форуме, нужно постоянно выходить на сцену, постоянно сниматься. Я считаю, что это совершенно необязательно. Для того, чтобы быть в форуме, нужно постоянно читать книжки, нужно смотреть хорошее кино, ходить по музеям и так далее. Мне кажется, это гораздо важнее, чем постоянно выходить на сцену. Хорошо. Когда Олег Мельщиков последний раз был в музее и в каком? Вы знаете, последний раз был давно. С женой просто... Вот вы не поверите, мы играем в футбол и... Женой? Нет. И Женя Каменькович, режиссер, который художественный руководитель театра Фоменко, а сейчас он у нас ставит язычников в театре Ермола. Он говорит, слушай, ты вчера что делал? Я говорю, в Третьяковской галереи был. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, в прямом. Я говорю, пошли с женой в Третьяковскую галерею. Он говорит, просто так? Я говорю, просто так. Это вызывает удивление колоссальное. Нет, это не то, что у нас такая вот, такие мы вот прямо у нас стяга. Но это действительно просто встали и решили, пошли в Третьяковскую галерею, пошли. И в кино вы ходите, да? То есть кино вы не на DVD смотрите? На DVD смотрим, но любим ходить в кино. Но есть фильмы, но кино все-таки создано для большого экрана. А скажите честно, вы свои фильмы пересматриваете? Нет. Нет? Почему? Вот это такой ожидаемый ответ на самом деле. Вы знаете, я не люблю, вообще я не люблю, я не люблю фотографии свои, я не люблю, когда обо мне пишут, я не люблю читать, когда мне пишут. Не важно, плохо или хорошо. Вообще не важно. Почему-то это у меня, это с самого начала, вот, как-то вот мне это не очень приятно. У меня дискомфорт какой-то. Такое ощущение, что мне куда-то пытаются залезть, а я не хочу, чтобы туда залезали. Вот что-то вот, не знаю, вот не хочу, чтобы меня трогали. Знаете, как вот, а... Это я вам серьезно говорю, не потому что... Я не говорю про то, когда плохо. Когда хорошо. Вот когда я вижу свою фотографию где-то, у меня прям настроение портится, я не знаю, что такое. То есть вы считаете, что ваше изображение недостаточно точно передает всю глубину? Нет, я над этим даже не задумывался. Ну просто, а вы говорите, все смотреть, фильмы. Ну я не могу сказать, что я прям... Ну нет, не пересматриваю никогда. Нет, я просто объясню, к чему этот заход был. Просто есть ли у вас ощущение, что если бы вы вот сейчас уже с нынешним опытом играли бы ту или иную роль, вы бы сделали это иначе? Я знаю, что обычно говорят, что, конечно же, сейчас бы я сделал иначе, ничего бы я не сделал иначе. Как сделал, так и сделал. Поэтому вообще сослагательное, знаете, и как в истории, так и в нашей профессии, оно не имеет смысла. Если бы вот сейчас, бы я бы сыграл, бы по-другому бы, ну и что дальше? Еще неизвестно, как бы это было, лучше или хуже. Поэтому уж как сыграл, так сыграл. Я бы никогда не задал бы вопрос, который сейчас задам. Если бы вот на прошлой неделе не беседовал с Сергеем Гармашом здесь, и он совершенно меня обескураживал тем, что на него произвел впечатление на творческой встрече, вопрос из зала, задумывается ли он о смерти. Потому что я-то для себя там лет в 15 решил этот вопрос. А вы как его решили? Ну, я решил, что я верю в реинкарнацию. Поэтому уже можно не заморачиваться. Вот вы с Сергеем Гармашом, ну, примерно ровесники там где-то. Вы уже задумываетесь тоже о смерти? Ну, вообще, я считаю, что у Льва Толстого есть фраза, под которой... Я не то, что подписываюсь, потому что рядом с Генем мне куда подписываться. Он где-то сказал, что если ты прожил день и ни разу не подумал о смерти, значит, ты день этот прожил зря. Поэтому, ну, надо думать... Хорошо. Когда вы первый раз? Вот вы помните? Вы знаете, первый сначала был страх, дикий страх смерти. Это было где-то в лет... Года 24-25. Вот это... Ну, мне кажется, это все проходит. Дикий страх смерти. Дикий страх, ложишься спать и почему-то думаешь, что ты не проснешься. Почему? Откуда это взялось, я понятия не имею. Но это было. Потом прошло, потом умнее, потом мудреем, потом кто-то верит в реинкарнацию, кто-то верит в тот свет и так далее, и так далее. Ну, чем-то себя успокаиваем. Но помнить надо об этом. Помнить надо. А как? А иначе, понимаете, иногда люди совершают такие поступки, как будто нам 7 лет по 150 жить, понимаете? А звездонет неизвестно когда. В один момент, может, просто так. Идет человек по лесу, все падает. А сколько дерьма сделал, да? А изменить уже ничего не можешь. Это да. Но вы верите в то, что человек с уходом из своей тушки как-то остается? Ну, вот существование души, так скажем. Или вы считаете, что это... Ну, я человек верующий, скажем так. Вот я просто не захотел в лоб спрашивать, потому что ненавижу эти вопросы. Еще один вопрос такой, ну, может быть, не самый приятный. Насчет взаимоотношений с журналистами. У вас как складывается? Вы знаете, существует какая-то легенда, что я не люблю журналистов, что я мало даю интервью. Это действительно легенда, потому что я даю интервью достаточно нормально. В любой, если есть информационный повод, выход картины, выход спектаклей, моих ли спектаклей, в которых я участвую, я всегда встречаюсь с журналистами. Другое дело, что среди журналистов есть хамы, ну, как среди любых профессий. И среди журналистов больше, чем... Да, больше, чем среди статистической профессии, да. Может быть. Но у меня абсолютно нормально. Мне сейчас кажется, что сейчас журналистика, вот я серьезно говорю, она набирает обороты в лучшую сторону. То есть появляется... Во-первых, появляется жанр беседы. Вот то, что у нас сейчас с вами происходит. Нет, вот это нравится. Не... Я понимаю, что появляются люди, которые готовятся к передаче. Я знаю, или к интервью со мной. Потому что раньше это было просто... Начало говорить, ну, расскажите нам что-нибудь. Ваши творческие планы. В таком духе, да. И в творческие планы. Вот такая вот ахинея. Поэтому, мне так кажется, сейчас журналистика, несмотря на ваших конкурентов в интернете, все-таки набирает обороты. Будем надеяться. Я к чему этот подвожу? На днях вы были на интернет-канале с достаточно продолжительной беседой, почти с часовой. Вы знаете, да, о чем я говорю? У вас конфликтов не возникло после эфира с ведущей? У меня не до эфира, вы мне это сказали, у меня не до эфира, не после эфира никаких конфликтов не было. Вообще никаких. Ведущая потом в Фейсбуке написала отчету. Ведущая какая? Анна Лошак. Ну, в девичестве она Лошак, сейчас у нее другая фамилия. И вот столько какого-то яда и сарказма, я просто не видел. Я даже не решусь цитировать, я сперва хотел как-то вот зачитать просто. Да, ну, ладно. А я подумал, вот вы ощущаете, когда вы беседуете с человеком, как он к вам относится? Вы же должны быть психологом, вы же должны сканировать себе. Вы знаете, я не видел, вот там их две ведущих было, поэтому я не знаю, о какой вы говорите, я не видел никакого негатива, не чувствовал, во всяком случае, с обеих сторон не чувствовал. Поэтому для меня это удивительно. Вообще, зачем ты идешь на встречу, если ты заранее ненавидишь человека, потому что потом про его гадости писать? Я не понимаю, зачем она пришла тогда? Может быть, у вас возник какой-то конфликт? Не-не-не, ничего не было. Может быть, отказались, отвечать на какой-нибудь вопрос? Прямой эфир. То есть, если бы я отказался, вы бы увидели. Понятно. То есть, я делаю вывод, на самом деле, что вы о людях в целом думаете лучше, чего они есть. Это вам может помешать как худруку, потому что вы же можете здесь неадекватно оценить отношение к вам, ваших подчиненных. Ну, оно так и есть. Ну, а что делать? Ну, я думаю, что это любой руководитель. То, что правды мы не узнаем никогда, что думают о тебе люди, это факт. И не надо тут... Нет, я просто по природе мы люди, многие. Мы так устроены, что начальника в целом, вот как только человек становится начальником, то до этого любили, обожали, восхищались, как-то он стал начальником. Ну, как бы каждый примеряет, а чем я вот, ну, хуже, почему бы я там... Да, природа наша такая, да, откуда? Я думаю, не российская ли она только? Нет, я думаю, что это... Нет, нет, нет. Хотя вам виднее. Я не знаю, нет, я не знаю. Мне кажется, что такого чинопочитания, как у нас, все равно нигде нет. Вот такого... Ну, там есть, может быть, в полиции, в каких-нибудь там разведывательных управлениях, там, там, это... Даже, ну, там не чинопочитание, там просто послушание, там есть приказ, так далее, так далее. Но такого чинопочитания нет. Но это у нас навсегда, я думаю, навсегда. Вы с кем-нибудь советуетесь, вот, из коллег, я имею в виду не из ваших подчиненных, у вас же есть друзья в цехе, по поводу вот движений, которые вы совершаете, вот, в новом качестве? Или вы вот просто сами для себя четко представляете, что вы будете делать в театре? Вы знаете, я представляю. Я не могу, может быть, это объяснить. Мы недавно сидели и... Ну, это кто, я перебью вас. Ну, вот, например, Саша Сазонов, который ставит портрет Дариана Грея. В котором вы играете. В котором я играю Лорду Генри, да. Единственный, насколько я понимаю, спектакль, в котором вы будете как-то задействовать. Нет, будет игроки еще, мой спектакль, там, тысяча шуток. Вы там тоже играете, да? Да, да, да. И он говорит, вот, Константин Сергеевич назвал общедоступный Московский Душтеатр. Я говорю, вот, давайте мы будем общедоступный Московский Драматический Театр имени Ермола. Я, в принципе, понимаю, но не поддается театр, к сожалению, никаким формулам. Объяснить, куда ты ведешь театр, невозможно. Он, он этот путь, ну, он нарисуется, через год, через полтора станет, понятно. Невозможно это рассказать. А насчет того, что слушаю я или нет, я не собираю, как бы, совещание. Я не говорю, ребят, давайте-ка мы подумаем. Но я слышу. Во всяком случае, вот, способностью слышать то, что говорят другие, я обладаю. И я горжусь этим. Ну, вы же любите тусоваться. И вот на тусовках... Нашли тусовщика тоже мне. Нет, ну, вы же сами сказали, что вы, в общем, любите общение. Да, да. Ну, было, да. Я не могу, вот, поверить, что основной темой разговоров последних, там, недели, да, или даже вот последнего полгода не является все-таки это ваша новая работа. С кем бы вы ни разговаривали, наверняка эта тема всплывает. Вы знаете, ну, конечно, но дело в том, что я практически все время провожу в театре, поэтому мне особо и потрепаться-то не с кем. Я вот, вы говорите, вы меня видели у Делоса на открытии посольства красоты. Ну, вот я заскочил на 40 минут, потому что туда хожу, просто поздравить, и тут же уехал на интервью на наш теперь, мой теперь очень любимый канал Дождь. И вот мне одну из ведущих, мою самую любимую. А вы в посольстве красоты вообще, то есть вы... Я постоянный клиент, уже лет там, я не знаю, сколько, 10. А что вы там делаете? Ну, что делаете в салонах за лицом? Ну, я стрягусь просто, и все, там просто... Не-не-не, меня следят за лицом. Кстати, мне нравится хорошо выглядеть, мне нравится хорошо одеваться, мне нравится, когда люди хорошо одеваются, хорошо выглядят, мне приятно. А вы одеваетесь, то есть вас супруга по-европейски следит за гардеробом, или вы сами одеваетесь? Нет, я сам, но я, в общем-то, очень часто с ней советуюсь, очень часто. А где вы одеваетесь? Ну, то есть где шоппинг осуществляется? Ну, я очень люблю за границей, очень люблю за границей шоппинг, потому что там, где никто не пристает, никто тебе пальцем не тычет, не... Я и здесь как-то нашел уже места, где можно, где тоже... Нет, не будем пиарить, мы сегодня пиарим только театрами Ермоловой. Вам надо держаться подальше от Варнье, который считает вас абсолютно гениальным, потому что если он вас начнет снимать, вас будут узнавать уже и во Франции, это даже на Лазурке... А вы будете смеяться, меня узнавали во Франции? Во Франции сейчас только русских, или вас узнавали? Нет, меня узнавали французы, и узнают... За счет чего? Людмила Максакова, не знаю, сибирский цирюльник, восток-запад Максаковой, мы с ней стояли в Ницце случайно в аэропорт, ко мне подошел француз, француз, и попросил автограф. Она с вытрачным говорила, Олег, я свидетель, сказала. Ну что ж, я... Не позвонили про кошку-то? А? Про кошку не позвонили? Нет, про кошку-то мы... Ассоль мы точно пристроим. Очень жаль, что вы не захотели ее, потому что я считаю, что она очень подошла бы. К нафанику? Да, но то, что мы Ассоль пристроим, и она у нас перестанет быть бесхозной, и станет очень-очень даже хозной, в этом я не сомневаюсь. Мы к вам будем все ходить, вот, может быть, даже вместе с Ассоль. Вот, всех вам благ, огромное спасибо, что вы... Спасибо вам, было очень приятно.